Всем привет! С вами Марина Карри и программа «Кинозвезда». Сегодня я расскажу, какие фильмы стартуют в кинотеатре «Звезда» с 3 февраля. Поехали! И первая картина у нас называется «Падение Луны». Это фантастика о том, как по непонятным причинам спутник Земли вдруг начинает сходить со своей орбиты, порождая на земной поверхности многообразие чудовищных катаклизмов и угрожать всему живому, что есть на нашей планете, неминуемым столкновением. Команда профессионалов должна не только выяснить причину надвигающейся катастрофы и узнать самые ценные тайны Луны, но и попытаться предотвратить гибель человечества. Постановщиком и одним из авторов сюжета здесь выступает Роланд Эмерих, а также сценаристами являются Спенсер Коэн и Харальд Клозер. Смотрите фильм «Падение Луны» в кинотеатре «Звезда» с 3 февраля. Как видите, у нас появилась огромная проблема. Срочное совещание пройдет на обычном месте. Бейгла бесплатно. Я сделал шокирующее открытие. Свяжи меня с НАСА немедленно. Но в последнее время мы с НАСА не особо общаемся. Они передумают. Если ты скажешь им, что наша Луна сошла с орбиты... Не надо паниковать. Я не псих! Зачем они врут нам? А что им остается делать? Ты раньше НАСА узнал, что это происходит? Это ты неизвестный источник? Вот да. Мы имеем дело с разумной сущностью. И планируем атаковать эту штуку. Очень нужна твоя помощь. Скажи «да», Брайан. Ты должен быть смелым. Если с Луной происходит то, что ты думаешь, надо действовать. На вас надвигается гравитационная волна. Срочно стартуйте! Гравитационная волна? Мы под водой, ребята! Офигеть. Стой, стой! Потише! Какой у нас план? Спасти Луну и Землю. Мы очень вискуем! Держитесь! Подождем. Гаденыш попался. Дай руку! Держитесь! Ребята, вы готовы? Поехали домой. Он в авиа-режиме? Далее идет российская комедия «Непослушник». По сюжету фильма известный блогер-пранкер Дима в погоне за популярностью в сети устраивает жесткие розыгрыши. Один из пранков он снимает в стенах церкви, где служит его друг детства. Ролик провоцирует возмущение в среде верующих и на Диму заводят дело. Уходя от преследования полиции, Дима укрывается в месте, где его точно не будут искать – в маленьком провинциальном монастыре, выдавая себя за того самого друга-послушника. Смотрите фильм «Непослушник» в кинотеатре «Звезда» с 3 февраля. Против вас возбуждено уголовное дело – оскорбление чувств верующих. В тюрьму? А можно в туалет? Да ничего. Найдем. Уволили, что ли? Уволили! Димитров в монастырь сослали! Это хуже тюрьмы! Может, мне тоже в монастырь? Ты дурак, что ли? Давненько у нас Еретяков-то не жгли. Всю воду мы тебя перебили. Они на камнях спят! Тут у нас манахи дурят. Мы русские, с нами Бог. Алло, Черпаков? Алло! Звонят, чиновниками представляются. Хорошо, не президентом, слава богу. Второй раз звонить не буду. Я тебя на чистую воду буду. Ого, Димон, Димон. Без вам херпи. Это бездумные девок искушать. Мирские потребности, так сказать. Зайем вам утренняя дойка. У меня сыну 15, мне с ним об сексе. Говорить? Конечно, говорить. Много наула узнаешь. А может, тебя для этого сюда и поставили? Лайк мне поставишь? Он неплохой человек. Всем спасибо. Это был отец Анатолий. Прости, что так вышло, блин. Почему ты все делаешь не как положено? Он такой непослушный. Ну и в заключении у нас российская комедия «День слепого Валентина». В любых отношениях случаются кризисы. Самый романтичный день в году приготовил героям серьезные испытания. Найдут ли они в себе силы справиться или испугаются и разойдутся? Фильм о том, что настоящая любовь способна победить все, даже если стрела Амура случайно попала не туда. Этот день «День слепого Валентина» станет большим вызовом для главных героев. Но все же это история о том, как настоящая любовь преодолевает все кризисы на пути. Смотрите фильм «День слепого Валентина» в кинотеатре «Звезда» с 3 февраля. Товарищ офицер! Ка? Наверное, пять минут отошел. Но 14 февраля. День слепого Валентина. Слепого? Чего? Пять минут. 14 февраля. У нас корпоратив за городом. Но вы не бросите двух влюбленных в «День всех влюбленных». Ты действительно думаешь, что я вместе с тебя с каким-то непонятным чуваком пойду на свидание? Вместо тебя на свидание пойдет мертвый человек. Бродский бессмертия на лежа. Вот это знак сомнения в себе и в женщине. Это чье? Я не знаю. Время пошло. Зайка, пойдем спать. А вот скажите, а Бродский он в «Селебрисе» и у него есть «Инста»? Проститутка и дура. Охренительный мужик. Я эту Нелли за всех, кто меня бросил, а потом правду скажу. Мы что, вам станцевать еще? Что намекаешь, что это мой? 30 лет дома по ночам спать нужно. Ну так, до свадьбы заживет. Я ни об одной женщине в мире даже подумать не могу, кроме как и тебе. Вахтанг, мой любовник. Леонид, тоже мой любовник. Очень приятно. Взаимно. Ну а на этом сегодня все. Вы смотрели на телеканале Интекс программу «Кинозвезда». С вами была Марина Карри. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!